Здравствуйте! С вами новости телеканала Сампо ТВ-360 в студии «Ду Артур» и вот некоторые события этого дня. Мы все-таки предлагаем начать с полной замены по двух школ. Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с ежегодным отчетом в законодательном собрании. Берется размер пенсии, например, до индексации. Доводится этот размер до прожиточного минимума. Неработающим пенсионерам будет выполнен перерасчет социальной доплаты к пенсии. Программа переселения жителей республики из аварийного жилья, энергосбережения в школах Карелии, закупка материалов для лечения больных с сахарным диабетом, а также приобретение жилья детям-сиротам. Сегодня в законодательном собрании республики перед депутатами с ежегодным отчетом выступил глава региона. С чем согласились карельские парламентарии и какие они, итоги и перспективы деятельности правительства, расскажет Наталья Кузьмина. Ежегодный отчет главы Карелии перед республиканским парламентом в этом году вместо запланированных 40 минут продолжался практически два часа. Традиционно говорили как об успехах, так и проблемах региона. Артур Парфенчиков в своем докладе особый акцент сделал именно на перспективах развития Карелии и особенно ее социальной сферы, с учетом того, что в бюджет поступили дополнительные доходы. Доклад Артура Парфенчикова затронул все сферы республики. Одна из приоритетных – здравоохранение. Глава республики предложил парламентариям выделить дополнительные 8,5 миллионов рублей из регионального бюджета на приобретение расходных материалов для лечения больных с сахарным диабетом. В перспективе эта сумма должна стать еще больше, добавил руководитель региона, так как число заболевших с сахарным диабетом в Карелии растет. Остро стоит проблема и онкологических заболеваний. В связи с этим в этом году запланировано оснастить современным медицинским оборудованием четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Они будут созданы в Петрозаводске, а также на базе больниц в Сартовале, Сегеже и Костомокше. Не в какой-то отдаленной перспективе. Два-три года это максимум, что мы можем себе позволить, чтобы наша полиция скорой медицинской помощи сопровалась и держа Костомокше, действительно вышли на уровень суперсовременных диагностических центров. И сегодня такая задача Министерства здравоохранения поставлена. Мы будем добиваться помощи федерального бюджета. Если нужно, на эти средства надо выделять и региональные деньги. Говоря об образовании, Артур Парфенчиков отметил увеличение числа школьников в Карелии на 5000 человек. Всего в республике 207 школ. Часть из них находится в деревянных зданиях, построенных до 70-го года прошлого века. В связи с этим запланировано строительство трех новых школ в Петрозаводске, Киме и в Деревянном. Они будут готовы принять учеников в 2021 году. Остальные школы ждет модернизация. Мы все-таки предлагаем начать полной заменой теплоуслуг школ везде. В ближайшее время мы представим, уважаемым депутатам, соответствующие предложения по корректировке бюджета, чтобы дополнительно заработанные средства в значительном объеме, в том числе, пошли и на эти задачи. В целом на реализацию национального проекта образования в республике Карелия в течение трех лет будут направлены более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Также в своем выступлении Артур Парфенчиков предложил депутатам увеличить объем финансирования для покупки жилья сиротам. В этом году планировалось купить квартиры для 102 детей-сирот. По мнению главы Карелии, этот список должен быть увеличен еще на 30 человек. В целом Артур Парфенчиков назвал работу правительства в прошлом году плодотворной. Оценку докладу дали депутаты карельского парламента. Мы видим то, что Карелия укрепила в 2018 году свой потенциал, и об этом абсолютно отчетливо говорят макроэкономические показатели. Доходная часть в республике Карелия существенно увеличилась, больше чем на одну треть, а государственный долг республики уменьшился на серьезные 4,3 миллиарда рублей. В целом хотел бы это выступление позитивно обозначить, потому что по всей повестке, и по экономике, и по вопросам экологии, и образования, и здравоохранения были четко даны те направления развития, в которые республика будет развиваться. Поэтому критичного на сегодняшний взгляд, хотя депутаты обычно критикуют главу, но я могу сказать, что критичного, на мой взгляд, я ничего не готов сейчас сказать. Мне, честно говоря, очень понравилось, я об этом сказал в своем кратком выступлении, о том, что началось еще именно с заботы о человеке. То есть это демография, это здравоохранение, и те меры, которые принимаются, и будем принимать. Очень хорошо, что сегодня бюджет позволяет решать эти проблемы более эффективно. Депутаты Карельского парламента доклад главы Карелии приняли к сведению единогласно. Наталья Кузьмина, Сергей Беляев, САМПО, ТВ-360. Неработающим пенсионерам будет выполнен перерасчет социальной доплаты к пенсии, в результате чего общая сумма выплат возрастет. 1 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о применении нового механизма индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Выплаты начнутся с мая этого года и будут выполняться в беззаявительном порядке. То есть обращаться в клиентскую службу пенсионерам не потребуется. Для расчета федеральной социальной доплаты используется прожиточный минимум пенсионера для начисления социальной доплаты. Сначала производится оценка материального обеспечения гражданина, то есть до проведения индексации. То есть берется размер пенсии, например, до индексации. Доводится этот размер до прожиточного минимума, в данном случае до 8,846. А размер индексации, то есть процент индексации, добавляется сверх прожиточного минимума. То есть свыше 8,846. Новый порядок будет распространен на индексацию страховых пенсий, прошедшую в январе этого года, индексацию ежемесячных денежных выплат, прошедшую в феврале, и индексацию социальных пенсий, прошедшую в апреле. Увеличение социальных доплат в Карелии коснется около 13 тысяч человек. Более тысячи человек проверят себя на знания Карельского и Вепского. Абитуриентам подскажут, куда поступить. А в Национальной библиотеке Республики определят лучшую книгу года. Подробнее об этом и не только расскажем коротко. Отделение Карельского пенсионного фонда открывает горячую линию по вопросам проведения индексации пенсии с учетом прожиточного минимума пенсионера. Задавать вопросы можно по будням с 15 до 16 часов по телефону 79 55 00. В Петрозаводске пройдет полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных молодых управленцев в студенческой среде. Министерство образования Карелии подготовило справочник для поступающих в профессиональные образовательные организации региона. Документ можно найти на сайте ведомства. 19 апреля стартовала межрегиональная акция «Диктант на карельском и вепском языках». Первыми проверили жители Петрозаводска. В течение недели диктант напишут в Тверской, Ленинградской, Вологодской областях и Финляндии. 23 апреля в Национальной библиотеке пройдет торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей 19-го республиканского конкурса «Книга года-2018». За звание соревнуются 393 издания. В Центре национальных культур 23 апреля откроется выставка живописи художника Виктора Емельянова «Здесь мой причал». Гости увидят картины в жанрах натюрморт и пейзаж. Многие работы посвящены природе Карелии. Карелии завершились учения по ликвидации последствий сезонных рисков. Отработаны действия при чрезвычайных ситуациях, связанных с условным подтоплением вблизи населенного пункта и условным природным пожаром. К учениям привлекли около 5000 человек и почти 1500 единиц техники. Всего было выполнено более 40 практических мероприятий. Добавим, что пожароопасный сезон в лесах Карелии начнется в начале мая. Главная задача юноармейского движения – вырасти достойных граждан страны, которые будут любить свою родину. Об этом заявил член Совета Федерации Александр Ракитин. Сегодня на заседании рабочие группы по патриотическому воспитанию и развитию юноармейского движения. На встрече рассказали, в этом направлении в Карелии ведется активная работа. Ежегодно проводится марш-бросок «Никто, только мы» – из Партакеада до призывной молодежи. Юноармейцы участвуют в поисковых мероприятиях. Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал, что в юноармейском движении республика занимала в прошлом году первое место на Северо-Западе. Однако для полноценного развития движения требуется серьезная финансовая поддержка. Сейчас мероприятия проводятся в основном с помощью энтузиастов. Мы научились проводить массу мероприятий, не имея на то практически финансирования. Финансирование присутствует. Видим предоставление территорий, площадей, возможностей воинских частей, Петрозаводского территориального гарнизона, дальше Росгвардии, некоторых возможностей, которые есть у Министерства спорта. И зачастую очень много работают меценатов. В заключении встречи собравшиеся решили поднять вопрос финансовой поддержки движения на уровне республики. Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием боевиков сегодня прибыл в Беломорск. Передвижная выставка начала свое движение из Москвы в феврале. Она пройдет через всю Россию и вернется в столицу. Вся техника, которая находится на борту железнодорожного транспорта, была изъята у сирийских террористов. Эшелон привез уникальную военную коллекцию. Всего более 500 образцов трофейной бронетанковой инженерной техники. Артиллерийское вооружение, бронеавтомобили, танк, различные виды оружия, самодельные взрывные устройства и многое другое. Акцию проводит Министерство обороны России. Поезд должен проехать 28,5 тысяч километров по всей стране и сделать остановки в 60 городах. Большая часть пути уже пройдена. Следующая остановка спецпоезда будет в Петрозаводске 23 апреля. Жители Карелии приглашают принять участие в одном из самых масштабных событий в рамках празднования Дня Победы в акции «Бессмертный полк». В прошлом году только в столице Карелии к ней присоединились 18 тысяч человек. Петрозаводский сбор участников пройдет 9 мая на площади Ленина. Движение начнется в 12.30. Колонна пройдет по маршруту площадь Ленина, проспект Карла Маркса, площадь Кирова. В субботу 20 апреля в 11 часов глава Карелии Артур Парфенчиков проведет прямую линию. Руководитель региона ответит на вопросы жителей республики, касающиеся различных сфер от образования до сельского хозяйства. Вопросы можно задавать как во время онлайн-трансляции в социальной сети ВКонтакте, так и в комментариях к посту о прямой линии в паблике Республика Карелия. Это все новости к этому часу. С вами был Эдуард Тур. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова